Ребятушки, всем привет! Всех приветствую на каналчике Токси Кул. ФБР на связи, как вы видите. Я вещаю из города Харькова, коренной житель. Поэтому с вас обязательно лайкосик и подписочка на каналчик в поддержку харьковчанина. Готовьте чаёху, ляля кебаб, и мы стартуем. Реди стади го, погнали! Так, ну что, ребятушки, заводим наш Део Лексус. О, чётенько. Уточка на базе. Пивчанский тоже, Катяра тоже здесь. Так, ребятки, всем привет поближе. Всех ещё раз приветствую на своём каналчике. Вот мы с вами выехали, шуруем потихоньку-поманеньку. С правой стороны был супермаркет-класс, с левой стороны буфетик. Кто местный, тот понимает, где мы находимся. Сейчас будем поворачивать направо и будем проезжать множество-множество районов. И посмотрите вы на город Харьков. Кто давно не был, кто давно скучает, какая обстановка, сколько людей, сколько машин. Это, ребят, именно то время, когда должно быть много машин, должно быть много людей на улицах нашего города. Вот такая обстановочка. Видите, с правой стороны прям просто одна за одной аптеки. Аптек у нас в городе очень-очень много. Напишите в комментариях, у вас такое же количество аптек или нет. Или у вас всё-таки их немного меньше. Шуруем потихоньку-поманеньку, только вперёд, ребят. По погоде давайте расскажу вам. Вы, кстати, видели ремонт? Ремонты идут, с правой стороны ходят, ремонтируют, что-то там ковыряются. Всё-таки город приводят в порядок. С правой стороны также видно на домах, видите, какие птички красивичные. Скорая помощь. Скорая помощь – это вообще отдельная история, ребят. Очень-очень часто стали мотаться по городу скорой помощи. То ли нервы у людей не выдерживают от этих прилётов, то ли от организма, я не знаю, от скудного, так скажем, рациона. Но, может, знаете, как всё оно в куче даёт. Кто-то возрастные, в основном же поставалось, сами понимаете, в городе возрастные. Возрастные категории, то есть пенсионеры. И в основном это мамы-дети, все, кто, собственно говоря, встречается на улицах города Харькова. И, конечно, таким людям, в основном пенсионерам, в частности, они нуждаются в скорой помощи. По обстановке в городе Харькове, по погоде, как и обещал, рассказываю, вы всё видите сами прекрасно своими глазами. Погода такая, что началась оттепель. Оттепель такая, конкретная, ребят, прям конкретная оттепель. И вы можете видеть, что всё тает, снежочек тает, на деревьях снега также нету. Ну, как-то так, майма-шу майма. Мы уже шуруем, езжаем к остановочке высоковольтная, так называется, остановочка троллейбусная. Тут частный сектор, тоже движушка, конечно, минимальнейшая. Здесь любят люди все погонять, разогнаться. Хотя знак 40, вы видели, могли видеть, стоит. Но, тем не менее, никому это не мешает. Разгоняется и шурует максимально быстро. Обратите внимание, сейчас будем проезжать заправочку. Кому интересно, по чём топливо. Говорят, что нашли какие-то лазейки, везут. Поправьте меня, ребят, кто в курсах, там более подробно. Можете ставить на паузу, смотреть топливо. Я ещё раз повторюсь, по чём оно. И увеличить тоже можно в ютубе посмотреть. Значит, пишите в комментариях, кто в курсах. Почему дешевеет топливо. Но оно реально дешевеет. Газ дешевеет на заправках, на АЗС. Не знаю, как бензин. Но газик дешевеет точно. Это не может не радовать. Говорят, что как-то обошли, нашли какую-то лазейку для того, чтобы привозить нам дешевле топливо. И это не может не радовать. Спасибо, конечно, огромное, что топливо подешевело. Потому как по таким ценам нереальным. Но было очень, ребят, тяжело ездить. Это, как говорится, как есть, так есть. Вот мы едем по улице. Я бы назвал эту улицу таким нескромным названием. Притулок для олигархи. Как раз хорошо подходит название. Напишите, вы за или нет. Ребята, и очередная, видите, скорая помощь. Ну, реально, вот так вот. Ты едешь и только прислушивайся к вот этим вот звукам. Фау-вау-вау-вау-вау. Потому что скорой помощи очень-очень часто ездят. Нет, это, ребят, без шуток, без всякой иронии. Очень много ездят. И я понимаю, что они едут к людям, которым в данный момент реально плохо. Такого раньше не было никогда. Хотя было население в городе намного больше. Но я и по себе вам, ребят, скажу, что не очень-то и просто все. С левой стороны вы могли увидеть, там люди набирают воду. Вообще приезжают на машинах, на санках, на тачках. У кого что есть, набирают воду. Я так понимаю, что здесь в райончике нету. Просто-напросто воды. Что-то, наверное, поломалось. До сих пор чинят. Притом, чинят, если кто смотрит давно мои видео, то чинят, наверное, еще с лета. Еще с лета здесь воды как не было, так и нет. Люди все ездят и ходят на эту колонку. И набирают водичку. Ну, там внизу, конечно, есть еще и родничок. Напишите в комментариях, кто местный, кто набирал там водичку в этом родничке. Я когда-то набирал, но там вывеска была, что нельзя набирать. Мы когда-то с пацанами там даже купались. Кто в курсе про этот райончик, там такие были озера. И рыбы было там немерено. Но тогда тягали ее сетями. После чего, прошло время, как потягали там сетями. Я поехал на то Озерцо, помню, на велосипеде. И посмотрел. А там уже только жабы квакают. Все затянулось, как говорится, пленкой. Рыбы там никакой нету. Рыбаки стояли, горели. Так какая там рыба, говорит, вообще такой. Если спалить, что-то словишь, то и хорошо. Вот так вот, видите, бесконтрольно, когда вылавливаются. А это вылавливали в конце 90-х, начале 2000-х. То, естественно, потом-то туда рыбу никто не заселял. И майму, что майму, как говорится. Едем дальше, ребятки. Шуруем потихонечку. С левой стороны бутмен, который закрытый. Уже не работает. Я не знаю, сколько времени. Также будет с левой стороны. Будем проезжать с вами наш рынок Автоград. Где я покупаю запчасти на свой автомобиль. Когда он ломается. Тоже очень удобно, что есть рыночек. Тоже приехал, купил и все четенько. Шуруем, ребятки. Дальше потихонечку, по маненечку. Такая обстановка на улицах города. Да, кстати, по ценам, если кто интересуется. Цены тоже. Если на топливо цены упали, то на продукцию, на продукты цены подросли. Многие писали в комментариях. Говорит, Саша. Это, говорит, всегда так. Они подрастают на Новый год. И потом остаются такие же. Напишите свое мнение в комментариях. Это так же или нет. Либо же все-таки продукты дешевеют после Нового года. Я все-таки надеюсь на то, что они подешевеют. Потому как такие, как сейчас, цены, я не знаю. Ну, голяшка, ребят, чтобы вы понимали. К примеру, 130 гривен. Сало, то, которое маленькое, я покупал. Там шкурки тоненькие. Было 29, оно уже стоит 60. И так далее, и тому подобное. То есть, ценовая политика, конечно, выросла. Слава Богу, что остался хлеб на прежнем уровне. Знаете, картошка, капуста, лучок и морковочка. Вот эти вот, как бы борщевой такой наборчик. Если постный борщик варить. Но он остался на прежнем уровне. Поворачиваем направо, ребятки. И тут мы с вами выезжаем на проспект Гагарина. Шуруем потихонечку. Тут недавно только был ремонт. Починили все. И дорогу починили. Будем сейчас, ребятки, мы с вами заезжать, проезжать дальше на парковочку нашего супермаркета метро. Посмотрите тоже, какое количество людей. Я вам сразу должен сказать. Мы заедем в метро. Тоже посмотрите. Кое-какие цены сможете увидеть. Немного, конечно, но сможете. И самое главное, какое количество людей приезжает скупляться в метро. И это не может не радовать знать, что у людей какие-то денежки есть. Есть за что скупляться. Пусть, конечно, и не всем, но тем не менее. И, как вы сможете увидеть, то есть, какая продукция есть уже метро новогодняя, красивая. Ну, вот видите, заезжаем на парковочку. Машинки присутствуют. Прямо так, чтобы, знаете, сразу залететь и сходу встать. Места, прямо скажу так, и не было. С правой стороны, вот, какое-то, видите, тоже подразделение, где кирпичи продают. Ни разу туда не заходил. Напишите в комментариях, кто-то заходил, там, кирпичи покупал или что-то еще. Я в метро сколько раз приезжал. Вот, в данный момент тоже привез братишку. Ему надо скупиться. То, только, знаете, там, продукты какие-то, вещи на крайняк. Вот и все. Видите, тут, где парковочка крытая, конечно, машинки присутствуют. И люди тоже присутствуют, ребят. Всем огромное спасибо, что вы посмотрели. Надеюсь, увидели свой дом и улыбнулись. Хорошая выхлопнуха, ребят. Бэшечка завелась. Люди говорят, подождите, не разговаривайте. БМВ завелась. Метро, метро. Пронто, промто. Распаковка туалета метро. Всем привет. Люди пугаются распаковки, ребят. Наборчик сразу с шампусиком, ребят. 500 гривен. А что там есть, что-нибудь? Бутылка и такой кексик-шмыксик. 300 гривен. О! Какие елочки красивые, чепыхточки. Живые? Живое, ребят. Ля круто. Такие цены. Красота. Метро сегодня движушка. Что тут наши ситечки на месте? Хогвартс отдыхает. Ребят, вам надо такое? Если вы искали, вот. Пожалуйста. Поменять. Ох, так нормально будет ходить. Можно вместо лифчика, девочки, смотрите, какой красивый. Чисто БДС-эмпати вообще. Ребят, посмотрите. Эмалированная. Настройки когда-то с такой пил, помните? Будьте так любезны. Зеленая красненька. 150 грешек. Можно позвонить Дедушке Морозу. Видите, телефон висит. Набрали и все. Дед Мороз, неси подарки, говорит. Борода из ваты. Метро, сервис просто, видите, шикарный. Людишки есть, ребят, присутствуют. Нагребают потихоньку. Бухлишка берут в харьковчане на Новый год. 152 ящика бухла. Посмотрите, ребят, на красотку. У папы на руках сидит, красуня. Смотрите, какой киселечек. Красивенький, манюсенький. Такая мордочка. Пополам, видите, раскрашенная девочка. Спит на почтовых ящиках. Уже лет 10 точно ее здесь вижу. Живет в подъезде. Киселечек сладенький. Сладких снов тебе. Померил, ребят, давление. Такое давление у меня сейчас. Ну что, ребятки, мои хорошенькие. Вот и приехал я, собственно говоря, домой. И надо надеяться, ребят, на лучшее. Как говорится, держимся. Всем огромное спасибо, кто помогает. А кто хочет помочь, карточки Privat Mono в закрепленном комментарии. И под видео. На корм животным, на дровишки, ребятки. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Пишите комментарии. Подписывайтесь на мой инстаграм, тикток, телеграм-группу. Кому нужна страховка, залетайте по ссылке в описании. Обнял до хруста. Держимся и надеемся.